Я отдельно хочу еще по этому поводу обратиться к представителям наших инвесторов. У вас кухня очень сложная и очень разные отчеты предоставляются. И потом обратно забирают, меняют, через пару дней другой отчет привозят. Потом его обратно забирают, их не устраивает или что-то они услышали, где-то там какие-то деньги валяются, чтобы не пропускать, опять каких-то других отчетов менять. Сейчас уже с этого года этого быть не может, да? Однажды отчитался, все, информация ушла в Москву, все. Сейчас уже позвонить, поправьте там строку, мы не можем что-то сделать. Хорошо. У нас в отдельных районах по прошлым годам были такие факты. Но сельхозпредприятие сначала с отчетом подъезжает в управление сельского хозяйства, ну управление, сельско-начальному управлению, понятно, по чьему указанию это делает, да? Сначала он принимает отчет, визирует, потом этот человек идет в районный отдел, да? И оставляет там, отчитывается там. Если начальному управлению, вот они все здесь у нас присутствуют, если они приложат свои руки, как с ними нам быть? Они соучастники? В новом и старом порядке, к сожалению, у нас нет оснований, какие-то действия предпринять в отношении вот этой ситуации начальника управления. Но я думаю, что когда один раз по такому федеральному закону один раз сельхозпредприятие будет оштрафовано, возникнет конфликт между начальником управления и дальше уже управлять этим главным бухгалтером или руководителем будет сложно. Значит, вот Марат Годж спрашивает, а как добиться достоверности? Ну вот несколько лет тому же, президент нам однозначно и главам сказал, лучше горькая правда, чем приписки. Приписками не накормишь, фироп не испечешь из этих приписок. И в любой форме статистической отчетности, это государственная отчетность, есть методологический инструментарий, в котором написано, достоверность и ответственность несет то лицо, которое отчитывается и подписывает эту форму. Есть графики, каждый из отчитывающихся предприятий, сельхозпредприятий, крестьянский, фирменский, знает сроки представления этих отчетов. Да, конечно, вот у нас очень доброе отношение с Марат Годжем все эти годы. И, наверное, мы, и я прежде всего, наверное, очень добренький был. Но начальники сельхозуправления знают, что у нас было так, чуть ли не по телефону, чуть ли не карандашом напиши, и через это мы прошли. Ну, как будто бы сегодня, я, по крайней мере, таких фактов не знаю, я наказывал своих начальников отдела статистики у районных и города за такие вещи. Были такие вещи. Прогибались они под нажимом начальника сельхозуправления, главы администрации. Вот поэтому, может быть, надо было в несколько раз увеличить количество штрафов. Но мы понимали, та зарплата, которая есть в агропромышленном комплексе, она сегодня меньше 60% от средней заработной платы. Всего 16 тысяч. Мы с пониманием относились к этому делу, включались в этот процесс, сидели вместе, представляли отчет. Ну, и потом мы прекрасно с вами понимаем, что качество экономистов, бухгалтеров, ну, к сожалению, в агропромышленном комплексе я встречался с тем, что заполняли, ну, чуть ли не до механизатора. Были такие случаи у нас. Хоть, в общем-то, надо было поступать более строго. Вот вам показали структуру и порядок, который появляется с начала этого года. Почему мы и собрались в первые дни? Потому что меня очень тревожит централизация сбора и отчетности. Сегодня мы исключены. Районное звено и республиканские субъекты исключены из порядка отчетности. Значит, если только не соблюдается график отчетности, а он остается, сроки остаются прежние, поступает телеграмма о том, что тот или иной отчет не прошел формальный или логический контроль, они заложены все, вы знаете, о чем я говорю. Идет квитанция о возврате. Вот здесь главный бухгалтер или лицо ответственное в рамках срока должен внести изменения, исправить этот отчет в существующие сроки. В противном случае мы ничего сделать здесь не можем. Сразу будет формироваться реестр тех сельхозпредприятий или тех отчитывающих субъектов, кто нарушил сроки. Тут уже споров никаких нет, доказательств никаких не надо. Реестр формируется, вся остальная процедура остается по-прежнему. У нас есть полномочия, тут же я обязан составить протокол административного нарушения в рамках уже не трех-пяти тысяч, а вот этих вот существенных вещей. Поэтому я вас призываю. До сельхозпредприятий мы дошли. У вас есть очень хорошие контакты. Я думаю, что мы заинтересованы вместе сделать так, чтобы мы вот эти санкции не применяли. Никогда мы за статистическую отчетность не штрафовали. Это было только лет 7-8 назад, когда руководитель подписывал. Тогда случаи были, я помню, я протоколы штраф подписывал. Но суммы-то были небольшие. Сейчас это достаточно серьезная вещь. Мне бы не хотелось, чтобы мы вот нанесли вот такой удар. Меня это очень тревожит. И я еще раз призываю, поработайте, пожалуйста, с сельхозпредприятием, для того, чтобы исключить это. Еще раз говорю, я добреньким сейчас в этой ситуации, в этой технологии уже быть не могу. Смягчить этот удар я не смогу. Все, что прописано, автоматом будет выходить сразу. Продолжение следует...